Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эс. На этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Представляете, вот сейчас иду просто и... Просто я понимаю, что я вижу. Я вижу. Далеко и четко. Когда я прошла марафон, села, нам дали очень классную практику, и я ее делаю уже неделю. Сейчас я просто в своете осознала, что я очень четко в далеке вижу. После курса Блиновской, как оказывается, к почти незрячей девушке вернулось зрение и ресурсное состояние. Выложила она это в своем инстаграме, потом это подхватила, выложила Блиновская в своем инстаграме и понеслось. Вы знаете, ребят, мне кажется, вот такого толка реклама, вот такого толка черный пиар, именно это должно ответить вам на все ваши вопросы, что Елена Блиновская это самый настоящий аферист. Давайте сейчас на серьезной ноте воспринимать вот этот вот беспредел. Человек больной. Как утверждала девушка, она совершенно ничего не видела. И вот сейчас она прошла марафон тела, она пошла по улице, и все она видит, и вдаль она смотрит, и вблизи она читает. И люди, которые подходят к ней, спрашивают, а что с вами случилось? Она говорит, ничего со мной не случилось, я просто прозрела. Вы понимаете, насколько абсурдно это все? Блиновская выкладывает это все в своем инстаграме, и она говорит, я не знаю, как это вообще происходит, но это вот снизошло, и вот теперь человек абсолютно здоров. Вот у меня вопрос такой, ведь хороший, легитимный вопрос. Я понимаю, что у Блиновской какие-то серьезные связи, я понимаю, у Блиновской какие-то серьезные друзья. Ну сколько можно разводить людей на том, что должно быть запрещено законом? Ведь люди начнут приходить к Блиновской, я не знаю, с раком, с пидом, я не знаю, какие-то серьезные хронические заболевания, которые нормальная современная медицина вылечить не может, и они будут отдавать последние деньги, вы понимаете, из отчаяния. Это отчаяние, когда человек, мы не говорим сейчас про эту клоунессу, конечно, там не было никакого потери зрения, и никакого возврата зрения после марафона Блиновской к ней не вернулось. Это абсурд, это полнейший абсурд. Сейчас потихонечку, если изначально Блиновская подходила к этой ситуации, что я психолог, я помогу вам, я не знаю, раскрыть ваш внутренний потенциал, я вам помогу дать вот этот вот волшебный пендель. И после которого вы начнете зарабатывать деньги, чувствовать себя лучше. Ну, вот это вся чушь собачья курсов личностного роста. Но когда на данный момент мы говорим, что она потихонечку начинает переходить в сложную тему, это самая черная тема, когда люди начинают спекулировать на болезнях других. Они начинают брать самое больное, неизлечимые болезни, и говорят, ребята, приходите ко мне на мой курс тела. Возможно, я не знаю, как это работает, это что-то свыше, это, я не знаю, эффект плацебо, вы прозреете, вы исцелитесь, чушь, это чушь собачья. И у меня здесь вот хороший, такой вот очень легитимный вопрос, а сколько может это вообще продолжаться, и как долго власти, я не знаю, правоохранительные органы будут закрывать глаза на этот полнейший беспредел. Сейчас Блиновская утверждает, что пройдя ее марафон тела, вы излечитесь. Ребята, дорогие мои, вы понимаете, что если вы начнете отказываться от традиционной медицины, если вы будете приходить к тем самым чертовым мошенникам, это самые настоящие аферисты, по-другому здесь никак не скажешь, вы просто потеряете время, вы потеряете свое здоровье, не отказывайтесь от традиционной медицины, не отказывайтесь и не ударяйтесь в это вот мракобесие, деревенское, беспросветное, безысходное. Вопрос, когда на нее напишут заявление за введение в заблуждение, за аферизм, за изъятие денег в каких-то промышленных масштабах? Ужасно! И говоря про день рождения Блиновской, тот самый день рождения, на котором выступало огромное количество звезд, которое стало Блиновской, за ваши деньги, вы, конечно, оплатили это все, 120 миллионов рублей за один лишь вечер, слили меню, которое было на этом самом дне рождения, с атаки из морала, с бальзамиком из шиповника, паштет, там из чего-то, что такое морал, что такое татаки из морала, кто не знает, кто такой морал, кто не знает вообще, о чем речь здесь ведется, небольшая справка, дикое животное имеет благородный облик, среди других оленей, составляющих рот, это самый крупный экземпляр, это животное красной книги. Вот у меня вопрос, как такое можно? Я не могу понять, как можно краснокнижное животное готовить и подавать в качестве аппетайзера? Это закуска, закусочка от шефа. Краснокнижное животное, благородный олень, берут и подают это все на дне рождения у самого большого афериста и мошенника России. Когда это остановится? Где вообще буква закона? Почему это все не регулируется? Я просто в шоке. Интересно послушать ваше мнение, интересно послушать вот ваш анализ этого мракобесия. Ребят, ну как такое вообще? Возможно, ужасно, ужасно и по-другому я никак не могу это назвать. Отвратительно. Давайте пообщаемся в комментариях, действительно интересно послушать ваше мнение. И не забывайте ставить лайки, даже когда мы в путешествии, даже когда мы на отдых. Сейчас у меня не отдых, сейчас у меня переезд. Вот на данный момент я в Барселоне, пытаюсь, возможно, обосноваться здесь. Я еще ни в чем не уверен. Обязательно подписывайтесь на мой основной канал. Сегодня у меня вышел новый влог, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. И обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас видео практически каждый день. У нас самые горячие, самые острые темы для обсуждения. Сплетник на этом канале, это звучит гордо. Посмотрел я на Медгала, который в этом году организовал журнал ВОК. Это ежегодное мероприятие, куда приходит огромное количество звезд, огромное количество известных людей, инфлюенсеров, которые действительно играют какую-то роль в мире моды по версии журнала ВОК. Небольшая справочка. Стоимость билета на Медгала начинается от 35 тысяч долларов. Это более 2,5 миллионов рублей. Резерв целого столика 200-300 тысяч долларов от 15 до 22 миллионов рублей. За такую денежку организаторы предлагают там какой-то непонятный салат. Но это все, конечно, не из-за салата. Это все, конечно, не из-за покушать платятся такие деньги. Эти деньги потом идут в какие-то фонды модные и все такое. Вопрос не об этом. Вопрос немножечко о том, в чем пришли эти самые гости. Посмотрел я на Медгала и, вы знаете, все становится на свои места. Как ни странно, в постсоветском пространстве все, любой трэш, принято оправдывать, если он приходит из Америки, если он приходит из Европы. Они знают лучшее, они законодатели всего. И то, что происходит за океаном, оно априори клево. Господи, какой же трэш, во что одеваются заокеанские звезды. Вы только посмотрите. Каждый изгаляется как может. И потом, смотря вот на эту вот клоунаду за океанскую, ты вообще не удивляешься, когда смотришь, что они на какой-то премиум Муз ТВ в России. Клоуны без вкуса абсолютно везде. Принято, как ни странно, не ругать. Вот есть такая неприкосновенная священная корова в мире в принципе. Это Ким Кардашьян. Что бы она ни сделала, это выглядит восхитительно, это выглядит модно. Господи, какой же, черт возьми, чучело. Почему все восхищаются вот этим вот бракобесием? Почему никто не может сказать, что человек выглядит отвратительно? Что ее фигура с этой необъятной задницей. Что то, во что человек одевается. Кайли Дженнер это вообще трэш полный. Когда ты смотришь на беременную даму, одетую в какую-то сетку, в какой-то непонятный комбинезон. Выглядят они действительно ужасно. Они выглядят безвкусно. И когда вот на это все смотрится с придыханием. Господи, это семейство Кардашьян. Они законодатели моды. Они просто кто? Кто те люди, которые восхищаются этим трэшем? Это самый настоящий отъявленный трэш. И почему? Вот вопрос во вселенную. Никто не называет вещи своими именами от Леди Гаги. Это прости господи. Я не знаю, Билли Айлиш. Каждый изгалялся как мог. Мне кажется, была цель. Выглядите как можно нелепее, как можно безвкуснее. Это журнал Vogue. Почему пропускают такое безобразие на красную дорожку? И сказав все это только, что вот вчера прошла премия награждения журнала GQ. Какие же красивые люди в России. Когда ты смотришь на правильный дресс-код. Дресс-код был, скорее всего, во всем черном. Дамы, мужчины, роскошные черные наряды. Вы только посмотрите, как красиво выглядят постсоветские звезды. Я всегда здесь обобщаю, потому что каждая там звезда. Может кто-то с Украины, кто-то, не знаю, с Казахстана, кто-то еще в корне их, да? Поэтому я всегда обобщаю одним словом. Постсоветские звезды. Как же красиво люди выглядели на вечеринке GQ. Слава богу, убрали того самого нелепого Сода-поп. Помните? Или как его? Сода, я не помню. Рэпер Сода, которого мы все здесь орали на каждом углу, что человека нельзя номинировать на премии Человека-года. Опять же, GQ и их качественный контент, когда они выбирают людей, которые получают награду, это отдельная форма неправильности. Давайте мы будем сегодня ласковыми. Отдельная форма неправильности, так оно и есть. Но, если мы смотрим на внешний вид, восхитительный фотограф, все правильные углы и люди, звезды, действительно любо и дорого смотреть. И в отличие от того самого чертова Мэтт Галла, господи, уши были красные. А есть же серьезные вот эти вот модные порталы, которые обсуждали, какое платье выглядит краше, кто оделся лучше всех. Да все были ужасны. Или это какой-то цирк, или это какое-то фигурное катание, или это какие-то бальные танцы. Мы сейчас описываем костюмы на Мэтт Галла, который курирует ВОК. ВОК Библия моды. Я не знаю, куда катится этот мир, но дур на вкусе из каждого угла. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ребята, в данный момент я в поиске ребят для работы 17, 18 и 19 числа. Работа простая, денег много. Пишите, я все расскажу. Санкт-Петербург. Привет. В общем, работа на выборах будет 17 по 19 число. Что нужно будет делать? Изначально мы на одном адресе забираем несколько бюллетеней и едем на участки. На участках будут наши люди, организаторы и полицейские, поэтому все будет в порядке. Мы подходим, говорим адрес, берем один бюллетень, заходим, где шторки. Голосуем за человека, за которого нам скажут заранее. Далее у нас с собой будет на руках еще 4-5 бюллетеней, либо в сумке, либо в портфеле, либо под курткой, неважно. Мы достаем за шторкой эти еще 5 бюллетеней, кладем тот бюллетень, который нам дали на участке и кладем это в ящик. Так мы объезжаем 3-4 участка в день и оплата 3000 рублей в день. Каждый раз, когда появляется такого толка сливы в паблике, у меня всегда хороший легитимный вопрос. Кто это вбрасывает, кто это сливает и почему это происходит? На самом деле, с моей точки зрения, как это выглядит, вот в теории, да, это выглядит все очень самым настоящим срежиссированным вбросом. Ну кто оставляет голосовые в наше время? Ну кто сливает вот такого толка видео, где вроде как все-все расставляют на свои места и все-все абсолютно говорят по классике вбросов в эти самые выборы? Но по факту, вот что сказал Михаил Ходорковский. Выборы в нашей стране ликвидированы. То есть выборов не будет. Человек, который идет на это действие, он, так сказать, выражает свою общественную гражданскую позицию и только этим это действие важно. Мне здесь некоторые мои коллеги, друзья говорили, что ну вот на прошлых там выборах не хватило там 50 тысяч голосов для того, чтобы мы полностью взяли у «Единой России» Московскую городскую думу. Или там вот мне в моем участке не хватило 2% для того, чтобы я победил «Единоросса». Вы знаете, когда контроль за голосованием ведется вот настолько в ручном режиме, то есть не 10%, как раньше было, а порядка 30-40% они имеют возможность фальсифицировать, то всегда будет не хватать 50 тысяч голосов или 2%. Вот мы просто должны сказать, выборов больше в России нет. То есть вы понимаете, не важно что, абсолютно не важно, с каждым годом все хуже и хуже ситуация с прозрачностью выборов. Сейчас Алена Водонаева говорит, я пойду вот этим вот наблюдателем от народа совещать там голосом, не знаю, как это называется, вот эта вот функция человека, который занимается наблюдением за тем, чтобы выборы проходили легитимно. Но по факту никакие легитимные выборы никто никогда не пройдет в эту самую думу без разрешения вышестоящих. Все очень жутко контролируется. Сейчас сидишь, читаешь паблики, ведь со вчерашнего дня начались эти самые выборы. Господи, все паблики только о выборах и о тех нарушениях, которые происходят на местах, где эти самые выборы происходят. Кто-то говорит, нужно приходить в кабинет начальника, фотографировать то, как и за кого вы голосуете, чтобы он принял ваш голос. Манипуляции везде, абсолютно везде. То, что сейчас происходит, это ужасно. Сейчас, вот на сегодняшний день, Google и Apple Store удалили приложение Навальный. Удаляют, подчищают абсолютно все. Честно говорю, ребят, я никогда не рассматривал Навального и его организацию как серьезную оппозицию. И для меня это всегда были люди, которые, как я утверждал, как я всегда думал, как я предполагал, что это все кремлевская постановка, потому что нужно иметь карманную оппозицию, которая будет заниматься оттягиванием внимания общественности от реальных проблем, от реальной оппозиции. Но теперь же, когда ты видишь, что абсолютно всех под корень или выслали, или посадили в тюрьму, все их организации под запретом, все организации, которым прикасался Навальный, имеют статус экстремистов. И сейчас, когда Навальный говорит элементарно, вот вам, пожалуйста, списки людей, за которых вам нужно проголосовать, которые хоть что-то изменят в политической машине России, ничего не меняется, ничего от слова абсолютно. И вот сейчас смотришь на то, как они с упоением выкорчевали, сравняли, вот бульдозером, сравняли все организации Навального, я начинаю думать, окей, а может быть, Навальный действительно был тем человеком, которого, по крайней мере, сдерживающий фактор, который хоть как-то мог сдерживать тот беспредел, который творится в Кремле. На данный момент всех сравняли. На данный момент нет ни единой одиозной, харизматичной фигуры из плана оппозиции, которая могла бы играть хоть какую-то роль. Все, что могли, они сделали. И вот сейчас, дорогие мои, начнется самый настоящий фарс. Я уверен, после 20-х, я думаю, скорее всего, будут вводить карантин, потому что ситуация с коронавирусом в России, она просто ужасна. Сейчас в пабликах нет совершенно новостей, кроме выборов России и коронавирусом в России, манипуляции со статистикой по коронавирусу в стране и теми бросами, теми зашкварами, которые сшиты белыми нитками, когда дело касается выборов России. На данный момент у меня два вопроса, дорогие мои сплетники из России. Пойдете ли вы голосовать? Голосовали ли вы в эти самые дни? Самое второе, самый важный вопрос. Был ли у вас действительно право выбора? Или вас заставили проголосовать за тех, кого вы не хотели, но у вас элементарно не было выбора, и вам пришлось проголосовать за этого человека? Я не знаю, из той же единой России. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Ольга Бузова. Очередной хайп на совершенно отвратительной теме. Буквально какое-то время назад Бузова выступила против абортов, и когда одна девушка сказала, что не в состоянии она будет этого самого ребенка содержать, не в состоянии она поставить этого самого ребенка на ноги, Ольга Бузова сказала, не бойся, детка, я возьму на себя твои финансовые проблемы. И вот, наконец, ребята, увидели мы эту самую девушку, которая сохранила ребенка благодаря обещаниям Ольге Бузовой устроить ей жизнь в алмазах. И посмотрели все это самое видео. Ребят, отвратительно, отвратительно то, что ты смотришь обеспеченную девочку, вся она тренингованная, вся молодая, красивая. Когда ты смотришь Олю Бузову и эту вот страдалицу, которая пришла беременная, потому что Оля Бузова сказала, что я помогу тебе финансово. Все удивились, потому что девчонки смотрятся органично вместе. То есть там не пришло какое-то село, в которое действительно нет денег, и в которое действительно помощь Ольге Бузовой это тот сдерживающий фактор, благодаря которому она сохранила этого ребенка. Отвратительно, когда такая показуха. Цитата. Я все делаю от сердца, но какие-то свои добрые дела освещаю. Я девушке сказала, что всю жизнь ответственность за нее нести не смогу. Но на первом этапе, вплоть до родов, я ей смогу помочь. Подписчица прислала снимок УЗИ, и там уже видно очертания малыша. И люди, конечно, возмутились. Цитата. Не похоже, что ей нужна помощь, на тату и губы деньги есть, а на ребенка нет. Смешно. Лучше бы реально помогало нуждающимся матерям, а не у тех, у которых накачаны губы. Это обычный пиар. Девушка-блогер, сутью по контенту, вполне обеспеченная. А тут, типа, помощь. Вот так вот, ребят. У меня очень сложное отношение, в принципе, сейчас к блогерам, ко всем публичным людям, которые освещают какие-то свои благие дела. Я говорю, и об этом нужно говорить, потому что в России отсутствует на данный момент институт меценацию. Но когда это вытягивается за уши, высасывается из пальца контент, когда приходит действительно девочка, которая не нуждается в деньгах, а Оля Бузова сказала, я буду твоим проводником в этом темном мире безденежья, и я возьму на тебя, там, до родов, все мои затраты. Отвратительно это все. Плюс Бузовой за замечательную попытку стать меценатом и действительно поддержать, и поднять сложную тему абортов. А ужасно, когда берешь недействительно нуждающегося человека, который живет на, не знаю, какой-то общаге, и у нее действительно выхода нет, потому что денег нет. А ты берешь какую-то заряженную девку и говоришь, ребята, я ей помогу финансово. Я уверен, тебе помогает финансово, и ты ее сейчас пиаришь, и это все на самом деле видно и шито белыми нитками. На губы накачаны и на татухи есть. На красивый инстаграм деньги есть. А на ребенка нет? Смешно. Оль, давай ты сама себе опишешь ту ситуацию, что сейчас происходит в твоей жизни. Оль, родная моя, выплывай. Смотрите, какое-то новое. Прилетела пташка в директ моего инстаграма. Кто не знает, у меня есть мой инстаграм, все, вы можете подписываться и писать мне в директ. Я буду вам очень благодарен, вы останетесь анонимными. А мы с Петейки будем очень благодарны за предоставленную информацию про девчонку Тимати. Опять же, ту молодую девушку, сколько ей, 23 годика, которая не работает, у которой нет богатых родителей, но исколесила весь мир. И откуда деньги, никто не знает. Но вот как она себя сама описывает, мы обсуждали это вот в этом видео. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Я лидер по смешному. Мне даже озвучивает такое немножко стыдно. Я лидер, и я все сама, все сама. Саша Дони, Донецк, пишет мне пташка в мой инстаграм. Из Чернигова выиграла Мисс Университет, а потом пошла по саунам Киева, Харькова, Одессы. Где-то там нашла Дубай, дубайского папика, который я оплатил интрижку с Тимати для ее пиара. Понимаете, ребята, когда мы говорили раньше, да, ситуация какая, сколько там, лет 10-15 назад, все геи отечественного шоу-бизнеса вытаскивали непонятных девчонок и говорили, вот, это моя жена, это вот моя женщина, я ее люблю, скоро у нас свадьба. Помните, и Басков этим занимался, и Киркоров, и кто этим только не занимался. Сейчас же пошла другая немножко тема. Сейчас начинают вот этот вот пиар на публичных личностях. Платят мужикам традиционные ориентации, которые продают себя как самые настоящие дворовые девки. Платят им за пиар своих любовниц. Эти любовницы катаются на Мальдивах, которые оплачивают папик этой самой Саши Дони, чтобы Тимати ее пиарил, и чтобы это все вот так вот вылило свет, и девочка потешила свое самолюбие. Повторяюсь, когда вы видите девчонку, которая все сама, все сама, но, тем не менее, она безработная, нет богатых родителей, но она вся одета в дёрд. Все вы знаете, как это называется. Мы не будем за это осуждать, но, девчонки, не нужно здесь учить свою подписоту в вашем же инстаграмчике, какая вы героиня, и как вы все сами можете своими худенькими маленькими ручками из Чернигова просто горы сворачивая. Девчонки, ну и спите вы за деньги, спите вы за деньги. Ну зачем вот это вот в тягах публичности? Зачем вот это вот тешить свое самолюбие? Я с Тимати на Мальдивах. Да тьфу. Сши ты это все белыми нитками, дорогая моя Саша Дони. Распинайся ты сколько хочешь в своем инстаграме. Это настолько все отвратительно. И вот что интересно, пташка прилетела ко мне опять же в мой инстаграм. Антон, привет. Это больше такое, знаете, наблюдение. Про Максим и интервью с Собчак. Посмотрев его, мне стало ясно, что мужчина, партнер певицы Максим, женатый, состоятельный человек. Именно поэтому она так тщательно скрывает его имя. Все остальные ее мужчины известны широкой прессе, в том числе состоятельные и непубличные. И вот как я это поняла. Она сказала Собчак, что на ней есть грех, в котором она до сих пор не может раскаяться. И продолжает его совершать. Этот мужчина дарит ей Майбах, и она говорит, что это подарок за ее любовь. И будем надеяться за его любовь к ней. То есть она не уверена, как он ее любит. А может быть, потому что он не разводится с женой. А грех, который продолжает совершать Максим при любодеянии с женатым мужчиной, и для нее отношения вне брака. Очень захотелось посплетничать на эту тему. И вот мне тоже захотелось посплетничать на эту тему. Потому что, когда я услышал про подарок Майбах, который получила Максим, кто подарил? Ну вот, это хороший друг. У меня есть хорошие друзья в этой жизни, но не дарят мне Майбахи. Ну вот честно, не дарят никому никакие Майбахи. Вот ни одной девушке просто так, потому что вы хорошие друзья. Ну понимаете, насколько это все тоже абсурдно? И я понимаю, что певица Максим имеет право на личную жизнь, и в то же время она ее абсолютно не имеет, потому что она публичный человек. Она сама заговорила об этом самом Майбахе. Майбах ей подарил, скорее всего, любовник. И любовник, скорее всего, женатый. Вот такая вот вам интересная информация для размышления. И знаете, я вот иногда прошу у своего комьюнити, кидайте мне любую информацию, может быть, найдем, докопаемся вот до истины, до этого ядра, с кем же таки спит Максим. И почему такие очень щедрые подарочки в ее сторону? Интересная тема для рассуждения. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приют для бездомных животных. Я знаю, в каждом городе, где вы живете, в каждом населенном пункте есть свой приют, который нуждается в помощи. Прогуглите, узнайте, позвоните и спросите, чем вы можете помочь. И если вы в состоянии помочь, пожалуйста, помогите, потому что приюты всегда в беде, всегда в нужде, и всегда нужна копеечка, потому что нечем кормить, не за что лечить. Пожалуйста, помогайте. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы оставаться людьми, это помогать братьям бессловесным же, нашим меньшим. Спасибо, дорогой мой комьюнити, что доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетники, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала. Дорогие мои спонсоры, с вашей помощью же действительно становится легче. Спасибо еще раз всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok